Куратор Михайловского района Куратор Михайловского района Главный вопрос работников угольного разреза – куда сбывать добытый уголь? Владивостокская ТЭЦ перешла на газ. Для экспорта уголь не подходит. Мы не можем больше позволить себе что-то закрывать. Мы не можем позволить себе угробить угольную промышленность промо-москопа. Вот это моя точка зрения. Модули под фельдшерско-акушерский пункт в селе Васильевка Михайловского района завезли в прошлом году. Сегодня здесь ежедневно принимают до 20 пациентов в день. По поручению Владимира Микушевского все новые ФАПы получают лицензию на продажу основного набора медикаментов. Местным жителям теперь не нужно ехать в районный центр. Первую медицинскую помощь они могут получить на месте. Вам благодарны за все. Ну, нормальный стоп, нравится? Очень. Я столько ждала лет, я 50 лет болею. У нас Феджи очень внимательны. Даже на улице встречают нас и спрашивают, как вы? Одно из приоритетных направлений развития Михайловского района – сельское хозяйство. И ферма семьи Толочко – показательный тому пример. Супруги сейчас содержат полторы тысячи голов скота. Фермеры планируют, что в ближайшее время смогут обеспечивать экологически чистой мясной и молочной продукцией весь край. А пока сбывают товары только в одну торговую точку. Весь цивилизованный мир кушает вот это мясо. Мы кушаем мясо, которое не должны мы есть. Это мясо должно идти на переработку, которое молочное садо. Это не то мясо, которое идет на переработку. А вот это? Вот мы хотим. Ну, думаю, лет через пять тысяч, десять голову маточной по голове будет. Обеспечим краю. Экологически чистым продуктом. Маточная, да, хотим маточная. А помощник губернатора Евгений Курш, который курирует процесс выделения земли, встретился с многодетными семьями Михайловского района. По его словам, предоставление участков идет хорошими темпами. Однако их необходимо обеспечить инженерной и транспортной инфраструктурой. Михайловский район уже подал заявку на софинансирование из краевого бюджета на эти цели. У них выполнение в процентном отношении около 80% выдачи земель. У них получается, что 71 заявление выдано уже 60 участков. И в августе остальные участки будут выданы. Завершил поездку в Михайловский район Владимир Михайловский визитом к многодетной семье Кузьменко. За год, который прошел с последней встречи, Сергей и Елена вместе со старшими детьми достроили дом, сделали просторную кухню, купили для детей массажную кровать. За неполные две недели глава региона провел выездные заседания администрации Приморского края в семи муниципальных образованиях. Уже на этой неделе Владимир Михайловский снова отправится в большой проезд по Приморскому краю. Герман КТФ, Ольга Скрипникова, Михаил Павлов и Павел Филатов. Панорама. Продолжение следует...